здравствуйте дорогие друзья вы на канале cops will show и сегодня мы рассмотрим с вами матч верона аталанта италия серия а рассмотрим этот матч при помощи специальной программы которая находится на стадии тестирования но возможно в скором времени она начнет стабильно приносить доход если это будет происходить то естественно те кто любит поднимать бабло на ставках время от времени будем публиковать прогнозы специальной группе вконтакте и так смысл в чем италия верона италия серия а верона аталанта смотрим аталанта выиграла на выезде со счетом 2-0 открываем h2h рассмотрим на примере последних матчей получается 1 2 3 4 5 6 7 8 9 на примере последних девяти матчей рассмотрим верону рассмотрим на последних на примере последних девяти матчей аталанту так и напишем верона аталанта следует отметить то что программа анализирует статистику по двум видам формул ваша задача сравнить левую и правую таблицу и найти события где высокая и примерно равная процентная вероятность я бы сказал что логически равная процентная вероятность вы потом поймете о чем я и так верона аталанта количество домашних игр количество гостевых игр количество домашних голов количество гостевых голов количество пропущенных голов дома количество пропущенных голов в гостях и количество побед в левой и в правой колонке нам это нужно заполнить Мы будем заполнять с учетом вот этих девяти прошедших матчей, но без десятой. Как будто ее не было, и посмотрим, какой будет результат. Верона, количество домашних игр. Домашних игр, не считая последнюю. Так, одна, две, три, четыре. Количество домашних игр, четыре. Количество гостевых игр, один, два, три, четыре, пять. Пять. Количество домашних голов. Домашних голов, ноль, плюс один, один, плюс два, три, плюс три, шесть. Ноль, плюс один, один, плюс два, три, и три, шесть. Все верно. Количество гостевых голов. Так, сколько забило в гостях? Два, плюс три, пять, плюс два, семь, плюс ноль, семь, и один, восемь. Количество пропущенных голов дома. Пропущенных голов дома. Два от Милана, плюс один от Ювентуса, три, плюс один, четыре, плюс один, пять. Количество пропущенных голов в гостях. В гостях. Три, плюс ноль, три, плюс два, пять, плюс два, семь, и плюс три, десять. Количество побед. Количество побед имеется суммарное за последние девять матчей и дома, и на выезде. Без последней игры. Получается один, два, три. Таким же макаром заполняем Аталанту. Количество домашних игр. Для этого спускаемся ниже. Количество домашних игр. Без последней, как будто ее не было. Один, два, три, четыре, пять. Пять. Количество гостевых игр. Один, два, три, четыре. Количество домашних голов. Три, плюс пять, восемь, ноль, восемь, четыре, двенадцать, и три, пятнадцать. Количество гостевых голов. Гостевых голов. Один, плюс ноль, один, плюс два, три, плюс один, четыре. Количество пропущенных голов дома. Дома. Один, плюс один, два, плюс один, три, плюс два, пять, плюс один, шесть. Количество пропущенных голов в гостях. В гостях три, плюс один, четыре, ноль, четыре, плюс ноль, четыре, четыре. Количество побед также и дома, и в гостях. Общая сумма. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Прогнозировать. Прогнозировать. Итак, смотрим, победа Аталанты 78%. И в первой графе, и в второй графе 82%. Высокая вероятность. То, что тотал больше трех будет. С левой стороны средняя вероятность. С этой стороны низкая вероятность. Следовательно, этот пункт можно не брать, потому что он уже под сомнением. Индивидуальный тотал больше хозяев. Одного. Здесь средняя вероятность. Здесь низкая. Тоже отметается. Индивидуальный тотал больше гостей. 0,5. И одного. Высокая вероятность здесь и здесь. Но. Его можно взять, но букмекер не дает. Большинство букмекеров не дают такую ставку. Индивидуальный тотал гостей. 1 больше, либо 0,5 больше. Некоторые дают. Но в целом, если с левой и с правой стороны высокая вероятность, можно взять в данном случае индивидуальный тотал гостей 1,5 больше. Обе забьют. Здесь один нюанс. Обе забьют. Высокая вероятность 85%. И здесь. Обе забьют. Высокая вероятность 85%. Но обе забьют. Это предполагается то, что и команда дома забьет, и та, которая на выезде, тоже забьет. Но поднимаемся выше. Индивидуальный тотал больше хозяев одного. Здесь вероятности не совпадают. Следовательно, обе забьют. Под вопросом. Наиболее подходящий вариант это победа Аталанты. Либо можете поставить х2, либо взять фора Аталанты минус 1. Итак, мы анализировали матч Италии серии А, верона Аталанта, без последней игры. И видим, Аталанта выиграла со счетом 0-2. То есть, если бы вы взяли победу Аталанты, либо Аталанта не проиграет, то есть х2, либо фора Аталанты минус 1, у вас ставка зашла. Аталанты минус 1.